Здарова, народ! С вами Лёха. На улице сейчас минус 25, а в доме плюс 24. И самое время рассказать, как ведёт себя в дом в такую погоду. Погнали! Ну а начну я с рассказ именно с улицы. На улице сейчас минус 25, 27. В труселях очень холодно, поэтому нужно хотя бы одеть шортики. Сейчас я расскажу вам, что у меня, как, чего там, какие косяки. То есть расскажу про фасад, про армопояса, про дверь. В общем, в порядку. Погнали! Итак, над окном первого этажа находится армопояс. То есть там лежат балки перекрытия. Перемещаемся в прошлое и вспоминаем. Из П-образного блока плюс 2 см пеноплекса по наружке. Цемент, арматура. Это армопояс между первым и вторым этажом. То есть его, такого слоя, вполне хватает. Он не промерзает. Тепловизор показывает, что всё нормально. А вот если поднять глаза именно на фасаде и посмотреть армопояс под крышей, то не всё так хорошо. Как видите, он отличается, причём сильно. Доходило до минус 15, а армопояс показывал под крышей. Показалось? Нет, не показалось. Перемещаемся в прошлое и вспоминаем. Этот армопояс делался без какого-либо утепления. Просто газоблок, раствор и арматура. Никакого утепления там вообще не было. Ни снутри, ни снаружи. Плюс ещё и блок был 30, а не 40 см, как в предыдущем варианте. И это показало, что там действительно холодно. Так что для себя я пометил, армопояс утеплять в любом случае нужно. Он всё-таки мёрзнет у нас. Что касаемо фасада, тоже ответ на это есть. Итак, внешний вид, сейчас посмотрим. С левой стороны у нас, в принципе, всё нормально. А с правой стороны можете видеть какое-то пятно. Что это за пятно? А это знаменитая китайская дверь за 8000 рублей. Она промерзает от слова вообще насквозь. На улице минус 25 она показывает 0. То есть там мне ещё лёд. Сейчас я вам это покажу. Ну, с улицы практически всё, кроме ещё одного маленького открытия для меня. Оказывается, что мостики холода на фасаде, они кажется, тоже проводят тепло. На улице минус 25, они показывают минус 10. Поэтому фасад утеплять однозначно нужно. Заходим внутрь. Ох, запотело всё, что можно. Итак, дверь. Входная дверь, она китайская. У меня тут ещё висит одеяло, чтобы не так сильно сквозило. Тут не электроника, уже интернет есть. Ну, не будем об этом. Итак, что я ещё могу показать вам уже внутри? Дерь померзает, мы поняли. Откуда я узнал, сейчас покажу. А ещё есть такой момент. Это, как помните, под первым слоем находится цементно-песчаное основание. Чтобы понять, где он находится, я вам подчеркну. Вот оно. Оно толщиной 40 см. Это 2 см, вы помните, цементно-песчаный слой под первый ряд. И он промерзает. Действительно, минус 25 мороз его берёт. Поэтому у меня всё по кругу полностью утеплено пеноплексом. А здесь я оставил именно для того, чтобы показать. Это дверь. Плюс 5, 0, лёд и прокладки менял. В общем, китайские двери вообще нет. Она только в бытовку. То есть её вообще дома, оказывается, использовать нельзя. Ну, я льду по скидке. Написано было, уличная дверь. Думаю, ну ладно, поставлю 2. Ну, первую поставил. Как видите, минус 25. Я, кстати, с трудом открыл. Например, у меня кипятком поливал. Никому не рекомендую. Лучше купить нормальную за 30-20 тысяч. Ну, пока у меня таких средств нет. Итак, перемещаемся дальше. Перемещаемся в мою кладовую. И тут у меня тоже нормально тепло. Вот батарея. За воздушкости нет. Ни прогрева нет. Они все функционируют. Все дают максимум. Ну, об этом я рассказывал. Ладно, не будем. А отопление второго этажа идет у меня под потолком первого. Вот так выглядят трубы. Трубы, в принципе, температурный градус где-то 40-36. Там по-разному, потому что пластмасса плохо передает тепло. Батарея горячее. Батарея 40-50. Ну, то есть в доме тепло, комфортно. В доме 24 котел стоит на 52 градуса. Ну, то есть комфортно. Какие здесь косяки и минусы? Ну, это окно. Окна запотевают. Углы, естественно, холодные. Почему? Потому что либо профиль такой, либо, как я уже позже узнал, это не профиль, а подставка. То есть подставка, на что крепится окно. Его нужно было с той стороны утеплить. От него идет холод. Поэтому снаружи я его утеплял пеной. А так его нужно ставить в подоконник, все это силиконить, зашивать. И, естественно, конденсат. Откуда конденсат? От того, что нет приточки свежего воздуха. Ну, я сейчас этим активно занимаюсь. Приточка в ближайшую неделю я уже точно сделаю, запущу ее. Ну, на первом этаже мне все хорошо. На первом этаже плюс 26 у меня. Ну, плюс 25, плюс минус. А что-то у меня в стяжке. А в стяжке также все, трубы идут. Стяжка не потрескалась, как многие там мне говорили. Нет, там в трех местах есть трещина, но об этом будет отдельно ролик. То есть, на первом этаже, в принципе, нареканий, замечаю, нет. Холодные только профиля, на чем стоят окна. А больше всего переживаю за второй этаж. На втором этаже разница по температуре в 4 градуса. Такого быть не должно. Да, кстати, кто помнит еще, если помните, я делал балки. Эти балки, то есть, на что держится перекрытие первого и второго этажа. Они сделаны просто. Лежат доски. Сверху 5 сантиметров газоблока. И сверху находится раствор смертно-песчаный с таким же блоком. То есть, ни пены, ни утепления, никаких подкладок, ничего там нет. И это все, как ни странно, оно не промерзает. Чтобы показать, что это та самая балка, то есть, именно-то она. Вот я все показываю. Вот у нас фасада. Видите, здесь не утеплено, ничего нет. Именно это то самое место, которое я сейчас показывал вам. И как показывает теплограмма, теплограмма, ну, в общем, тепловизор. Никаких промерзаний по доске, по этой части не наблюдается, ничего не видно. Как ни странно, тепло не проходит через 40 сантиметров доски. Это для меня было открытием. Ну, поднимаемся дальше. Начнем сразу с острых проблем. Во-первых, первая проблема – это влага. Вся влага снизу идет вверх. Нету приточки, влага скапливается и некуда уходить. Куда идет? В углы. Вот там даже отсюда, видите, что угол мокрый. То есть, приточку нужно ставить стопудово и причем срочно. У нас сейчас в тех комнатах отделочной работы углы не померзают, они мокнут. А из-за того, что они мокрые, еще армопояс отличается, что он в минус 25 холоднее, чем все основные стены. И вот тут все превращается в, скажем так, в мокривизну. Мокрые именно углы. Я сначала подумал, что это не утеплено, но нет. Потому что, посмотрите, на внутренние углы дома. А внутренние углы не сырые. Снырые только внешние. Это вот одна сторона, видите. Вращаюсь на другую сторону. Тоже самая картина. Я специально отобрал часть потолка, вот расстреляли тепловизором, смотрели, может, там где дует, поддувает. Нет, ничего не показывает через теплитель, никаких потерь не видно. Но углы сырые. И окна потеют, и конденсат образуется именно из-за того, что нет вытяжки, нет вентиляции. Поэтому это сейчас будет номер один сдача у меня. Вот, смотрите, внешняя стена. То есть, мокрого пятна нет. Она внутренней есть. То есть, наоборот. Ну, а теперь будет легкая экскурсия по дому. Что там сейчас происходит? Это офис будущий. Но пока еще не точно здесь не стоит компьютер. Как видите, ничего интересного. Комната находится на стадии, ну, скажем так, процентов 50 сделано уже, еще 100 рублей предстоит. Потолок уже практически закончен. Сейчас будет еще грунтование, отделка. Эта комната, которую видели в предыдущем ролике с потолком, она уже находится в предфинишной форме. То есть, осталось еще два раза пошпаклевать и можно кратить. Следствует вентилятор направлен в угол. Я пытаюсь вымыть влагу с угла. Плюс еще открываю на каждый час проветривания. Но тут у меня вопрос в другом и ответственно-то. Кто помнит прошлые ролики, тут находится сквозная балка на будущий балкон. То есть, эта балка просто нанесена пена по два слоя. Взята балка, опущена. И все. И сверху еще разгреплен 5-6 см слой кусочка газоблока. Все. Никого там утепления, обшития каменной ваты, внутреннего запения. То есть, ничего этого не делать. Здесь, в принципе, незачем. Но я так считал. Так вот вопрос. Как себя сейчас ведет эта 40-сантиметровая прослойка? Дует, поддувает, сдувает, промерзает. А в теплограмме показывает, что ничего. Оно просто ведет себя как кирпич. То есть, никакого промерзания нет. В отличие от того же дверного ПВХ блока. Он также промерзает. Его нужно будет узеплять. Сделать подоконник, обшивать. В общем, как положено делать полную структуру. Хотя сквозняка оттуда нет. Но конденсат скапливается. Он стекает, он капает. Нижняя часть становится мокрой. И из-за того, что она мокрая, тепловизор показывает, что там типа холодно. Она просто влажная. То есть, там видно капельки. Поэтому все это. Сейчас мне нужно кинуть все силы на вытяжку. Чтобы всю эту влагу из дома удалить. В первую очередь, нужно сделать рекуператор. А то сейчас все это будет топить улицу. И будет большая глыба льда выразовываться. Поэтому сейчас вопрос номер один. Подходим к финишу. Покажу, где я нашел эту проблему. В чем вообще была проблема. Разница в температуре по этажам. Какая была разница. Сейчас покажу. Первое, на чем обратил внимание. Когда началась съемка. Мы увидели, центральная балка была холодная. Ну, то есть, отличие было градусов на 8 от остальных. То есть, сразу бросил в глаза. Почему центральная, а не угловая? Навели тепловизор вот на эту точку. И что мы увидели? Разница почти в 10 градусов. 21 градус показывает. Хотя основной потолок находится около 28-29. Ну, из-за того, что там влажность. Там очень большой поток тепла оседает. Хотя в доме было 21. То есть, 21 на втором этаже. Внизу находилось 26. А потолок был 28. Где-то потихоньку тепло улетучивалось. Хотя мокрых пятен на потолке не было. То есть, что-то не стыковалось. Нужно было проверить. Лезть на чердак. Хотя уже позже узнал, что в минус 25 и туда меньше. Теплосъемка вообще не нужна. Это, кстати, съемка герметичного люка. Никому не советую делать спиноплекса. Потому что он начинает плакать. То есть, там скапливаются капельки воды. И оно все мокнет. Ну, вылазим наверх. Фу! У меня аж объектив запотел. Как видите, в минус 25 и больше. Даже смотреть не нужно с тепловизором. И так можно ориентироваться по снежинкам. Вы видите снежинки. Секундочку. Вот они снежинки. Так, фонарик в студию. О, вот так лучше. Это те места, где пары умудряются пройти утеплитель и вылететь наружу. То есть, в этих местах требуется еще утепление дополнительное. Чем, естественно, я в ближайшее время сейчас занимаюсь. Везде, где образовались такие снежинки, это значит, там не хватает утепления. Либо оно сделано плохо, либо там недостаточно. А еще открытие было для меня. Это центральная балка. Там, где находятся в стыке 4 доски. Между ними промазано битомом. И как бы там ни было странно, этого не хватило. Через внутренние какие-то пазы тепло выходит. На улице в минус 25 он показывает 8 градусов. То есть, можете представить, что все это нужно как-то утеплить. Пока не знаю, как. Там все герметично. А то даже пеной стрельнуть никак не получится. Поэтому я пока сейчас думаю, как это все, зачем заизолировать. Ну, а та самая дырка, через которую включилось тепло, находится вот тут. Я осенью утеплил только 10 сантиметров и 150 только основной чердак. И здесь происходит, особенно в минус 25 заметно, большая потеря тепла. Настолько большая, что на чердаке показывает минус 7, минус 10. Ну, то есть, это все нужно утеплять. Там также видны легкие такие образования снежинок. То есть, все-таки пары выходят. Это все нужно утеплить. То есть, оно там светится, видите. Нет, в минус 30 я сам бы увидел, но все-таки все равно полезно. А так, что касаемо основного чердака, все-таки на следующий год буду делать еще одно только поперечное утепление. Потому что промежуточное, оно все светится. Пусть не сильно, но даже 150, как пояснилось, маловато для наших мест. Ну, надеюсь, был полезен. Сам был самоостройщик Леха. Замерз. Все, я греца. Давайте, до завтра. Субтитры подогнал «Симон»!